Хочу сказать Мироба. Мироба, друзья. Привет, друзья! Рада видеть вас на канале Нором Стопмо. Если вы сюда присоединились, то, скорее всего, вам не чужда творческая деятельность и какие-то креативные профессии. Возможно, вы находитесь в поиске креативной профессии, возможно, вы заинтересовались стопмоушной анимацией как профессии или как хобби. Здесь о ней будет рассказываться очень много, поэтому обязательно не забудьте подписаться, лайк, колокольчик и так далее. Это мое первое видео, поэтому, пожалуйста, не оценивайте строго мои вот эти вот прикольчики и выкрутасы. Можете в комментариях написать, как это нужно делать правильно. Но давайте для начала немножко познакомимся. Меня зовут Пинчук Женя, и я режиссер, креатор, художник стопмоушной анимации. Называйте, как хотите. Все возможные постаси творческого цикла производства стопмоушной анимации я умею, практикую и буду о них вам рассказывать. В этом же ролике я хочу рассказать чуть поподробнее про такую замечательную, интересную, для кого-то, может быть, даже неизвестную, непонятную профессию, как стопмоушн-креатор. Расскажу, что такое стопмоушн-анимация, что нужно для создания стопмоушн-анимации, какими скиллами, возможно, необходимо обладать, да, какие этапы производства стопмоушн-ролика вообще существуют, сколько зарабатывает стопмоушн-креатор и как можно сделать так, чтобы обучиться этой новой творческой и абсолютно увлекательной профессии. У меня там на ютубе уже подписываются. Первый ютуб-ролик записываю. Я просто выложила в инстеграм-сторис, чтобы подписываться на ютубчик, скоро у меня будут видео новые. И меня подписываются. Что же вообще такое стопмоушн-анимация? Вы наверняка на 100%, я уверена, с ней знакомы, если смотрели такие замечательные, прекрасные абсолютно мультики, как, например, Каролина в стороне кошмаров, Остров собак. Замечательный мультик, обожаю. Даже Робоцип, если вы когда-нибудь включали там какой-нибудь канал 2х2, вы видели этот мультик, и это тоже стопмоушн-анимация. Вот это поворот! Все эти произведения объединяет одно. Это реальные объекты в реальном пространстве, которые кадр к кадру снимают и потом объединяют общим монтажом, чтобы получилось законченное реальное видео, где вот буквально на ваших глазах оживают куклы, декорации и так далее. Конечно, кое-где добавляется графика, кое-где добавляются спецэффекты. По сути, мы с вами выяснили, что стопмоушн-анимация — это покадровая съемка сцен, где для каждого микродвижения, которое совершает наш объект, герой и так далее, нам нужно сделать одну фотографию. На какую-то секунду хронометража нашего видео в среднем уходит 24 кадра. Существует множество техник стопмоушн-анимации и материалов для ее исполнения. В стопмоушн можно снимать даже людей, пластилин, бумагу и так далее. Я снимаю в технике предметной анимации, когда использую реальные предметы. В моем случае в основном это продукция брендов и какие-то еще другие атрибуты или предметы, которые мы создаем своими руками, чтобы построить настоящую сцену и настоящий новый абсолютно мир. На мой взгляд, основная прелесть и преимущество стопмоушн-анимации перед той же 2D, к примеру, анимацией — это то, что мы в кадре используем реальные предметы, реальные объекты, строим реальные сцены, и мы будто можем потрогать своей ручкой то, что у нас сейчас передвигается и ожило в кадре каким-то образом. За счет этого, конечно же, эта анимация такая уникальная и очень привлекательная. Какова твоя профессия? Профессия стопмоушн-креатора — это взрыв творчества и своего рода, наверное, даже терапия, потому что здесь мы можем порыться по уголочкам и отыскать все грани своего творческого «я» и на долгие часы погрузиться в этот увлекательный и в чем-то даже медитативный процесс. Профессия стопмоушн-креатора вобрала в себя, впитала, пожалуй, все возможности творческой реализации. Сейчас хочу рассказать вам немножко, чем же занимается стопмоушн-артист, я, мои студенты, как авторы стопмоушн-анимации. На самом деле, в процесс производства стопмоушн-анимации можно представить просто целой толпой специалистов, и каждый из этих специалистов отвечает за какую-то часть креативного процесса в создании анимационного ролика. Все эти этапы способен выполнять и один человек, именно так я и начинала свою карьеру стопмоушн-креатора, делая все этапы самостоятельно, но со временем начинаешь делегировать часть креативных процессов на других членов команды своего продакшена. Доброе утро, моя курочка! Как вкусный бутербродик на завтрак начинается с хлеба, так и любой контент начинается с идеи. Это, пожалуй, главная составляющая любого контента, любого произведения. И задача креатора на этом этапе сложить пазл из философии уникальности бренда в какой-то смысловой и визуальный образ. В целом, то же самое и с творческим проектом, только там мы складываем пазл из наших эмоций, чувств, переживаний и так далее. Я, как стопмоушн-креатор, выступаю в первую очередь художником, сценаристом, а стопмоушн-анимация уже является моей кисточкой, которая помогает мне реализовать свои задумки. Для создания классных идей я, конечно же, всегда советую тренировать насмотренность, как бы банально это ни звучало, читать книги, смотреть фильмы, насматриваться у различных творческих авторов из разных сфер. Я категорически не советую зацикливаться исключительно на авторах из смежной сферы, да, или из своей сферы, не искать там вдохновения, потому что так можно загнать себя в рамки, в ловушке одного какого-то видения, одного какого-то приема и так далее. А кормить свое вдохновение очень-очень разнообразно. Гораздо лучше для работы с креативной идеей работает глубокое погружение в тему, глубокий анализ и работа с разными источниками вдохновения, от дизайнерских афиш закачивая там модными показами. Ну и зачастую самые крутые, классные, вдохновляющие идеи рождаются из вашего жизненного опыта, из вашей квинтэссенции чувств. Зритель, посмотрев ролик, должен перенять какой-то опыт, сделать выводы, тогда сюжет обретает смысл и начинает увлекать за собой. Когда мы с вами смотрим фильмы, мы можем сопереживать персонажу, сравнивать его, сопоставлять с собой. И в анимации точно так же мы можем создавать такие сюжеты, истории, которые зритель может переложить на себя, прочувствовать их и так далее. В целом, в анимации, как и в кино, мы пытаемся максимально сблизиться со зрителем и увлечь его за собой, чтобы он смотрел наше произведение, не переставая, возможно, даже с открытым ртом. Мы не знаем, что это такое. Опять же, в анимации, как и в кино, мы постоянно используем различные средства визуальной выразительности. Это композиция, это планы, это свет. И наша задача, как художников, продумать множество деталей. Это цвет, это форма, это фактура, это размер, это положение и так далее, всех объектов, которые будут участвовать в нашей съемке. Для этого пригодится навык визуализации. Здесь речь не идет о каких-то художественных навыках идеального рисования, а скорее о том, чтобы придумать у себя это в голове и перенести на бумагу так, чтобы было понятно, что вообще здесь, собственно говоря, происходит. Я, кстати, несмотря на то, что закончила художественный колледж, художественную школу и вообще, в принципе, с детства была достаточно творческим человеком, умела рисовать там пейзажи, писать маслом и так далее, мои раскадровки всегда выглядят очень сильно по-ублюдски, такие, как будто бы их нарисовал маленький ребенок. Но это абсолютно не важно, не важно ни для меня, ни для заказчика. Самое главное, это возможность реализовать, как-то выплеснуть то, что находится у тебя в голове, и чтобы это было максимально понятно. К примеру, для этого ролика мы построили целый розовый завод по производству батончиков из абсолютно разных материалов. А для ролика с украшениями мы хотели изобразить такую поляну сказочного леса, так скажем. Берем сначала укропу. Иногда быть просто художником мало и приходится по совместительству подрабатывать инженером. Очень часто в производстве роликов мы сталкиваемся с кучей задач, как сделать ту или иную хрень, с чего ее распилить, закрепить и так далее. В производстве мы постоянно сталкиваемся с абсолютно всратыми задачами. Например, если взять тот же розовый мини-завод по производству батончиков, то мы хотели там сделать такие стойки-колбы с вот этими шариками-посыпками для батончиков. И для этого мы ездили на промзону, покупали колбы, потом еле как их пилили всяко-разно, много раз просто чуть не вскрывшись случайно из-за этого. Затем засыпали туда, соответственно, эти шарики, делали подставки из засыхающего пластилина. И вот, собственно, так и рождался этот розовый мини-завод. В расход у нас идут абсолютно разные материалы. Это может быть картон, пластилин, дерево, там какие-то трубки, что-то непонятное. Вообще все, что угодно. И, конечно же, краска аэрозольная. Без нее абсолютно никак, потому что если вдруг что-то нам не подходит по цвету, это всегда можно покрасить в нужный оттенок. На самом деле ничего особенного, обычная смекалка. И, на мой взгляд, вот этот этап креативного производства, он самый увлекательный. Потому что, когда мы собираем эти сцены, когда мы придумываем, как их, из чего сделать, куда поставить, что, где, почему, зачем вообще все это происходит, это просто невероятно увлекательно. Я сказала, с артуем! Сама по себе анимация это уже инструмент визуальной выразительности. По сути, мы можем взять абсолютно любой неживой объект и наделить его чувствами и эмоциями, таким, какими мы сами пожелаем. Благодаря лишь анимационному движению мы можем сделать так, чтобы наш объект, например, баночка с кремом или мешок с картошкой, был веселым, задорным, прыгал, скакал от радости, а мог быть грустным, волочиться по этому миру с тоской, неприятием себя. Поэтому для создания анимации мы, конечно, столкнемся с основными базовыми законами анимации, ну и какими-то более сложными, интересными штучками производства и постпродакшена, например, съемка на хромакей или работа с ригами. Это такие штуки, которые помогают нам объекты закреплять в воздухе, чтобы они прыгали или левитировали. А я думаю, слова... Анимация, в отличие от видео, на мой взгляд, монтируется чуточку сложнее. Все дело в том, что здесь мы собираем отдельные кадры между собой, а не уже готовые кусочки видео. И здесь еще и к тому же приходит и орет на нас такое замечательное слово, как клинап. Это такое действие, когда мы убираем различные риги, крепления, клячки и так далее. Все то, что держит наши объекты и помогает им держаться в воздухе. В общем-то, все лишнее, что нам не нужно видеть в кадре. Конечно, в кино клинап также применяют, да, в каких-то сложных там фильмах, там вообще есть какая-то суперграфика и так далее, дорисовки. Но вот в анимации как раз-таки клинап это повсеместная штука, в отличие от видео, которое мы могли бы просто там снять на камеру, лайфстайл какой-то, походить по городу, там, поснимать какую-то продукцию и так далее. Для этого всего деликолепия, нам на помощь приходят различные инструменты, ухищрения, масочки, штампики, фотошопы, авторфекции и так далее. Все для того, чтобы случилась та самая магия, и порой как раз-таки за этой магией стоят долгие часы монтажа и клинапа. Звучит это, конечно, все страшно и сложно, но на самом деле ничего такого прям супер ужасного и страшного в этом нету. Мои студенты подтвердят, это все мы изучаем на моем большом курсе практикуми, все мы учимся и потом уже радуемся, что наши ручки волшебные могут творить такое потрясающее великолепие. В анимации мы не пишем звуки по ходу дела, как это происходит в видео, как если бы мы снимали женщину, которая садится в автомобиль, да, мы бы записали хлопок дверью, дзиньк зажигалкой, мобильный телефон, разговор и так далее. В анимации, конечно же, мы этого не делаем, потому что мы делаем фотографии, и в принципе у нас объекты, они не живые, они не могут издавать звуки. Но для того, чтобы картинка у нас действительно ожила, для того, чтобы мы задействовали все каналы восприятия нашего зрителя, обязательно нужно сделать саунд дизайн, сделать озвучку. Для этого чаще всего мы пользуемся различными стоками с уже готовыми записанными звуками, либо можно пойти альтернативным путем и записать звуки самостоятельно, которые нам необходимы, например, да. Это отдельный такой медитативный процесс, на самом деле, поиска звуков, подбора всех этих хрустов, шелестов, не знаю, чавканий и так далее. Потому что именно со звуками наша анимация становится такой целостной и максимально-максимально крутой. При этом поиск звуков это вообще отдельная увлекательная тема, и не всегда звуки соответствуют содержанию, соответствует тому, что вообще мы хотим ими озвучить. Вы просто не представляете, как потрясающе аппетитно может звучать звук перелома позвоночника. Я действительно очень часто использовала этот звук, потому что очень круто подходит, накладывается на всякие действия, где мы там ломаем печеньку, надкусываем аппетитный батончик и так далее. Это действительно очень классно. Здесь у нас в ход также идет вся наша фантазия. Можно использовать все, что угодно. Можно добавить атмосферу нашему ролику с помощью криков, там, песни китов. Можно добавить лопанье пупырки на какой-нибудь там кадр с водой и так далее. Все, что только пожелает ваша фантазия, ваш мозг, но, конечно, без перебора. Какие-то прям совсем уж сратые дикие звуки я использовать не советую, чтобы там ничего не орало, не пугало и не отвлекало внимание. Вот так вот быстро и кратко, на самом деле, можно представить весь креативный путь от идеи до готового ролика. Но, на самом деле, это далеко еще не все. Существует коммерческая сторона производства, ступмошен анимации. Это брифинг, это переговоры с клиентом, это смета, это согласование и так далее. Но, я думаю, ни для кого не секрет, что это такая прям глобальная составляющая любой абсолютно творческой профессии. Если вы хотите монетизировать свое творчество, то в это погружаться тоже придется. Ну, как там с деньгами? Че с деньгами? Ну, мы уже поняли, что производство ступмошен ролика – это такой прям всеобъемлющий процесс, требующий множество скиллов, талантов и так далее. И нахрена бы все это нам нужно было? Здесь, конечно же, грешно не сказать вам не ответить на вопрос, который мне очень часто задают. Сколько же зарабатывает ступмошен артист, ступмошен креатор? Для чего все это нужно? Здесь я отвечу, что один проект, небольшой, короткий проект, в среднем стоит от 1000-1500 долларов и больше, в зависимости от сложности анимации, от сложности декорации, от хронометража. При этом средняя зарплата ступмошен аниматора за смену начинается от 10-15 тысяч рублей и больше. Смена у нас рассчитывается примерно в 8 часов, да, и здесь речь идет исключительно о работе аниматора, да, это не считая того человека, который будет придумывать идею, если это вы, то, соответственно, это будет оплачиваться отдельно, не считая монтажа, не считая постановки света на площадке, не считая оборудования и всего-всего-всего. Ну что, мы с вами выяснили, что в целом ступмошен анимация довольно крутая, увлекательная и прибыльная профессия, ну и где же вообще учиться-то создавать ступмошен анимацию, как просто взять вот так вот и пройти весь этот путь, чтобы стать профессиональным ступмошен креатором. Понять, изучить и осознать основные законы анимации можно и из книг, например, иллюзия жизни Фрэнка Томаса или набор для выживания Ричарда Уильямса, это такая база анимационная, которая была сформирована еще и в студии Дисней. Но, конечно, это все теории, никакая литература не заменит вам часы, 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 часы практики. И, как я уже сказала, анимация для меня это всего лишь инструмент для реализации каких-то интересных креативных идей, поэтому просто изучить, понять анимационное движение, конечно же, недостаточно. Необходимо продолжать формировать насмотренность и изучать другие инструменты визуальной выразительности, такие как композиция, как свет, как режиссура, как драматургия, в конце концов. Для того, чтобы прокачать каждое из этих направлений, безумно важно для создания крутых, красивых проектов, существует множество профессиональной литературы, профильных курсов и так далее. Я, конечно, всегда советую смотреть по сторонам, изучать фильмы, изучать книги, рассматривать фотографии, анализировать, много-много-много смотреть, читать, наслаждаться. Но, конечно, будьте готовы к тому, что это требует огромного количества вашего времени и полного вовлечения, чтобы погрузиться и прокачаться в каждой из вышеперечисленных наших сфер. Но если вы по какой-то причине уже безумно загорелись и изо всех сил желаете скорее начать свою карьеру с умовшим аниматором, и погрузиться в эту невероятно увлекательную творческую профессию, то я с удовольствием стану вашим проводником в этот абсолютно невероятный и очень интересный мир. Я веду свои авторские курсы по стоп-мошен-анимации. Один из них это мобильный курс на телефон, он подходит для новичков, для тех, кто хочет попробовать себя в стоп-мошен-анимации, но пока не уверен, что ему это подходит, не хочет покупать никакого оборудования, взять телефончик, штатив и начать что-то творить и снимать. И у меня есть большая профессиональная программа, рассчитанная на 3 месяца обучения. Это курс-практикум по стоп-мошен-анимации, где мы с самого начала и до самого конца пройдем все этапы, которые мы сегодня с вами перечислили, и научимся абсолютно полному циклу производства стоп-мошен-анимации, начиная от качественного анимационного движения, харизматичного и увлекательного, продолжая изучать различные технические штуки, очень важные для съемки и для реализации ваших идей. Это съемка на хромаке, это съемка на ригах, клинап, как раз-таки вот этот весь страшный, которым я уже успела вас напугать. Конечно же, изучим приемы художественной визуальной выразительности, это композиция, свет, цвет и так далее, и закончим коммерческой частью стоп-мошен-анимации, научимся взаимодействовать с клиентом, научимся считать сметы, научимся брифовать и научимся продавать свои услуги. Ссылки на обучающие программы я обязательно оставлю в описании, можете посмотреть программу подробно, узнать, что и как, возможно, вам понравится, и уже сейчас захотите присоединиться, буду с нетерпением вас ждать. Ну и не забудьте подписаться на канал, натыкать лайков, колокольчиков и так далее, чтобы не пропускать новые видео, я буду рассказывать здесь о своих проектах, буду делиться полезными штуками с вами, поэтому до скорых встреч!